На крупнейшей европейской мотовыставке Эйкма в Милане компания Сузуки представила два мотоцикла, построенные вокруг нового, почти 800-кубового, рядного двухцилиндрового мотора. Рамы байков тоже достаточно похожи, однако новинки при этом получились не просто разными, а практически диаметрально противоположными. Во-первых, туристический эндуро V-Strom 800 DE. Мотоцикл явно создавали для борьбы с тяжелейшими дорожными и внедорожными условиями. Колёса, разумеется, спецованные и обуты в довольно злые покрышки Dunlop Trail Max Mixture. Посадочный диаметр заднего диска 17 дюймов, переднего 21. Ход передний и задний подвесок внушительные 220 мм. Сами подвески построены на компонентах шова и снабжены полным набором регулировок. Дорожный просвет тоже 220 мм. Единственная претензия – солидная сухая масса в 230 кг. Мотоцикл значимо тяжелее некоторых одноклассников схожей кубатуры, а избыточный вес на бездорожье совершенно ни к чему. Электроника позволяет выбрать один из трёх режимов движения, отличающихся отзывчивостью ручки газа. В наличии четыре режима работы трекшн-контроля, а при желании можно и полностью его выключить, равно как и АБС. Отдачи мотора, оборудованного парой балансиров, расположенных перпендикулярно распределительному валу, 83 л.с. Как ни странно, у второго мотоцикла этот параметр чуть меньше. Вторая новинка – юркий городской мотоцикл GSX-8S. И вроде он создан быть резвее своего брата-внедорожника, но двигатель развивает меньше мощности, пусть и всего на полторы лошадиные силы. При этом крутящий момент – те же 78 ньютон-метров. Впрочем, разница сполна компенсируется меньшей массой. Naked легче почти на три десятка килограммов. Колёса традиционные 17-дюймовые. Подвеска, разумеется, совершенно другая. Построенная на компонентах KYB, дорожный просвет вполне городский – 145 мм. Высота по седлу – 810 мм. Не самая большая по меркам класса, но невысоким райдерам это понравится. Электронное оснащение примерно такое же, как у модели V-Strom, с поправкой на городскую специфику. Откровенно говоря, сочетание мощности и массы определённо не делает GSX-8S фаворитом класса. Однако неплохое оснащение и интересный дизайн позволят отхватить кусок пирога у конкурентов. В России оба мотоцикла, скорее всего, появятся, но о сроках говорить пока преждевременно.